привет друзья рада вас видеть сегодня у нас будет интересный урок рисовать будем на бумаге пастель мат нарисуем зарисовку из трех артишоков для этого нам понадобится соответственно бумага далее это будет как обычно пастель пастельные карандаши да но перед этим я предлагаю вам сделать тонировку фона попробовать что это такое мы говорили о том уже что пастель мат бумага очень интересная можно работать на ней разными способами в том числе делать различные лисировки на ней красиво перемещаются цвета это может быть и акрил и акварель и так далее видите я уже прикрепила но покажу вам как выглядит она с другой стороны то есть это такая гладенькая толстая бумага 360 грамм по моему у нее идет плотность бумага у меня не черная да мне хочется ее сделать более темной и поэтому мы попробуем сделать с вами акварельный подмалевок у меня акварель самый обычный это какой-то детский набор но вот для таких целей все очень даже хорошо получается поэтому можете тоже попробовать если у вас есть пастель мат если нет попробуйте приобретите сейчас огромный выбор его везде раньше было найти тяжело но сейчас он есть по моему и на озоне и на вайлберис и так далее в интернете очень очень много да и в рознице тоже вот красном карандаше например так вот буду показывать вам свойства бумаги пастель мат при ее знакомстве и контакте с водичкой она очень интересно растекается и она знаете как сказать так вот впитывает но потом все равно перемещает такие вот разводы я уже подготовила добавила водички в мою акварель я покрою сначала так довольно хаотично черным цветом сочетании наверно с каким-то синим потому что мне хочется добиться холодного оттенка и заодно попробуем новый эффект мы оставим фон акварельный а работать пастелью будем именно самими артишоками когда я покрою всю бумагу я потом с помощью фена высушу в любом случае вы увидите эффект вот как она высыхает то есть как она превращается в такую интересную фактуру наносить можно любым образом конечно главное не очень много воды хоть она воду и выдерживает но нужно быть аккуратно с краешками так как тут может у вас водичка до туда попасть и соответственно поверхность станет волнистая в этом случае можно можно обрезать краешки то есть если какой-то участок стал у вас волнистым его повело то просто его убрать я так делала иногда вот для чего это нужно да вот вообще ну во первых это интересные эффекты интересная смешанная техника которая может быть и потом если нужно поменять цвет бумаги например да мне нужен был какой-то серенький такой более коричневый оттенок у меня была только ярко-желтая и я покрыла поэтому таким фиолетовым оттенком прям легко легко цвета объединились и получилось то что мне нужно потому что вот эти желтые которые мои с лютик в пастель мать и они очень такие слишком даже активные что еще можно сделать интересный прием а можно сделать такой наброск то есть водичка будет расталкивать пигмент который содержится в краске он будет так стороны расходиться и как звездочки будут образовываться то есть по сути все приемы которые работают с акварельной бумагой тут тоже могут быть не будем делать везде просто пусть вот где-то где-то это будет все работы с акварели мы закончили сейчас буду сушить и дальше мы вернемся уже к сухой поверхности ну что наша поверхность уже высохла прям вот да уже почти почти я феном все это просушила и какие-то волоски тут прилипли можно все это убрать фактура стала чуть более шершавый да потому что изначально пастель мат он более бархатный за счет того что на фактуру появился пигмент да там пигмент ложится наверх и получается она более такая неоднородная можно сказать более шершавая я подумала может быть даже мы поработаем с вами чисто с карандашиками потому что объекты будут не такие большие и на самом деле цветов тоже не так много будет просто интересное красивое сочетание различных зеленых салатовых желтоватых оттенков с розовыми бордовыми фиолетовыми да вот как противоположные оттенки очень красиво в артишоке они сочетаются так и наверное здесь будут мои прекрасные гарандаш и попробуем возьмем какие-то цвета с вами из наборчика бронзила и бронзилом я уже рисовала они мы с вами видео постараюсь вот здесь закрепить уже обсуждали на на распаковке мы не обсуждали мы обсуждали когда рисовали с вами пейзаж да тогда мы и про бронзил тоже говорили и про деле ровни мелкие так вот давайте начнем начнем нашу зарисовку фон на у нас будет еще немножко видоизменяться сделаем такую фактурку кстати вот да для этого на мелкие понадобятся да но пока что вот будем с карандашиками работать три артишока представляют собой такой букет да сейчас моего композиционно разметим можно наметить изначально вот такие овалы и дальше к ним добавим ножки по крупноте сейчас посмотрим наверное ниже да еще вот этот мы сделаем так но так плюс минус какой то может быть крупнее может быть вот этот да этот будет помельче и вот они даем примерно будут одинаковыми наверное так стоит сделать дальше мы добавим ножки замечаю зеленым салатовым пастельным карандашом это конта да который мы тоже с вами говорили очень хороший нейтральный какой-то карандаш а тоже конта коричневый прошлом видео где мы глаз до кота рисовали с вами про его оттенок я говорила что у него такой классный оттенок у коричневого вот сейчас если его найду я вам покажу и начала его точить потому что ну нужно было него заточить и он ну так вот прям безбожно ломался раза четыре вот этот зеленый нормально точится тот видимо либо падал у меня либо до меня ну в общем что-то с ним не так прям вот очень обидно четыре где-то раза точила заново потому что аккуратно да и точу все равно он ломался ломался то есть внутри он видимо уже идет поломанный такой вот так так что очень обидно такое бывает чаще конечно с карандашами которые попроще подешевле которые дорогие такое редко происходит но тоже бывает неприятно конечно да там что за 200 рублей например берешь карандаш там или даже подождите дороже вот сколько стоит сейчас я посмотрю попробую прикрепить вот например вот сейчас карандаш да вот бренд карандаш сколько он стоит 300 чем-то наверное один карандаш да вот сейчас не буду точно привирать прикреплю посмотрю на джексон за сколько можно его взять в общем очень и дешево стоит у них тоже были истории что они вот так вот ломаются при том даже если сам аккуратно держишь то ты же не знаешь что произошло до этого с этим карандашом так ну да ладно не будем про грустные моменты я примерно наметила всякие интересности искривления ножек сделаем чуть чуть попозже когда будем уточнять попробую здесь себе за какого-то лютого перфекционизма да хотя знаете как можем сделать это будет очень интересно показательно выберем какой-то вот этот например его прям прорисуем прорисуем а вот эти сделаем более легкими и чтобы вы посмотрели и сравнили разницу да например с прорисовкой у нас будет один артишок а другие более такие легкие свободные потому что мне кажется да что что самое такое классное интересное когда у вас идти и другие навыки присутствуют и вы можете их комбинировать в работе очень здорово смотрится интересно когда у вас какая-то часть такая прорисованная яркая контрастная детализированная да прям это может быть и там какой-то супер фотореализм другие части вдалеке например да либо которые не такие значительные они более легкие они уже не такие прорисованы так я думаю о том что сейчас нужно мне разметить те листочки чешуйки из которых состоит наш артишок и немножко его сделать покруглее вот эта форма более вытянута меня наверное он вот так вот закончится я тоже прикреплю ссылочку на реферин чтобы вы смогли этот же сюжет сделать растительные формы вообще самый такой один из самых приятных моментов для рисования особенно когда знаете бывает бывает когда хочется посидеть так прорисовать какую-нибудь безумную архитектуру или вещи какой-то натюрмортом со стеклом и прочее а иногда когда хочется немножечко релакснуть что отлично подходят такие природные объекты потому что в них себе можно позволить чуть-чуть где-то что-то видоизменять сейчас я нам капельку вот так вот цвета побольше добавлю потому что сейчас какое-то естественное освещение совсем неестественное света мало темно и вообще его при одном свете из окна я просто нереально снимать невозможно солнышко нету так вот вершинку теперь дело здесь они собираются уже наши листики вот видите нарисовали и уже уже похоже прям ну вот как шишечка по строению давайте чтобы уж все у нас было красиво сделаем такую же подготовку для других для других артишоков примерно не одинаковые будут по строению вот иногда повторюсь хочется прям вот прорисовывать прорисовывать а иногда не хочется вообще хочется что-то такое очень очень легкое сделать чтобы не заморачиваться меня вот чаще всего да что спрашивают что как как столько терпения да как вот так долго вы все это делаете это же сколько часов во первых ну вот относительно все таки когда на заказ да я рисую это воспринимается как и работа все таки которую мне нужно сделать прям очень хорошо для меня очень хорошо это как-то прорисовать все на свете это очень хорошо ну понятно чтобы было похоже что красиво чтобы композиция красивая чтобы там все по цветам естественно то есть и это как такая как долгая медитация можно сказать то есть это целый такой процесс и вот так вот и сам эффект да вот что в этом я сама тоже пытаюсь до разобраться что в этом привлекательного да для меня например то что из ничего до из ничего получается ну как всегда наверное в искусстве получается очень классная очень реалистичная вещь как как настоящая нет не совсем фотография да то есть не фотография а все равно какая-то вот переработка и не то что это дело специально она получается как-то само вот то есть это прям это прям доставляет удовольствие ну как и быстрые зарисовки тоже что уж там когда более быстрые идут рисунки то тут становится главным уже другое не ваша там техника мастерство насколько все точно вы передали а скорее 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 то впечатление которое удалось показать то ощущение эмоция больше да все таки и цвет намного больше важен чем там даже шерсть или усы ладно это было отвлечение но хотя в принципе сейчас ничего сложного мы не делаем у нас идет чередование этих лепестков вот прям как у шишечки нужно просто нижний ряд начать внимательно делать остальные потом уже проще буду складываться и обращать внимание где они выше где ниже ну в принципе вот и все так вот можно вот так вот можно их оставить вот такой букетик у нас приятный получается давайте рассмотрим поподробнее тогда вот эту да и и сделаем остальные попробуем так легко легко сделать главное главное потом все не прорисовать так но давайте разбираться для начала для начала давайте мы самые темные участки выделим чтобы у нас был контраст уже и попробуем а что если нам попробовать сделать придумываю до условия на ходу но почему бы и не знаете рамки вещь хорошей чем иногда чем они уже тем у нас больше свободы потому что ну ладно про это сейчас расскажу сейчас про черный расскажу самые темные участки выделяем черным и вот я думаю сделать одним набором вот таким вот бронзил посмотрим да посмотрим я к тому что когда очень большой выбор карандашей пастельных и и когда вы их всех еще не знаете это очень задерживает работу до того момента пока вы со всеми с ними хорошо не познакомитесь а хорошо это значит что они должны поучаствовать в работе иначе это все просто ну будет бесполезно у меня где-то здесь лежал черный мелок сейчас я им тоже воспользуюсь я им тоже воспользуюсь это черный галере мелочек обычный галере тот же бренд какой он там китайский корейский китайский что и минжу то есть они обычные такие простые мелкие но черные совершенно нормальные и я его частенько использую он не слишком мягкий не слишком жесткий ничего там не царапает поверхность хотя та же цена у галере в принципе это нормально да особенно если берем большие наборы да и цвета тоже ничего минжу да они более такие яркие что касается растушевки сейчас он кое-что покажу наверное давайте я чуть-чуть приближу вот так да а то сейчас он нафокусируется что касается растушевки на пастель мать ее если вот такой первый маленький слой ее не будет здесь еще как то более менее она дать чуть-чуть растягивается потому что потому что мы сделали с вами покрытие любое покрытие которое идет чуть-чуть чуть-чуть она уменьшает свойства пастель мата то есть его свойство что он очень крепко держит пастель на себе чем больше вы сделаете на нем какое-то покрытие там акварельное и оно еще ничего да если какой-то погуще акрил или гуашь например то тогда то тогда у вас свойства тоже немножечко исчезнут то есть вот такая цепкость она будет чуть-чуть уходить но совсем немножко я просто чувствую потому что на нем постоянно работаю могу сравнить поэтому так ну что переходим к нашему прекрасному артишоку давайте смотреть где еще можно добавить черный то есть сразу пускай этот контраст появляется чуть-чуть сюда фактуры уже красиво да уже уже неплохо выглядит давайте пойдем от темного к светлому это хороший прием для пастели то есть конце самые такие яркие блики мы с вами сделаем я рисую не вертикально вот так а немножечко под углом то есть горизонтально держу карандашик чтобы я могла во-первых не совсем однородную линию дело да то есть кончик чтобы у меня уходил был более тоненький это будет похоже на форму цветка делаем мы по по направлению прожилок которые артишока идут сейчас везде где я вы вижу фиолетовый я его нанесу хорошо что у нас довольно темный фон потому что он помогает нам да он помогает где-то делать не такими безумно яркими темные оттенки потому что набор все таки да он базовый там цвета довольно яркие все но вот прям все такие основные основные даже сложных каких-то зеленых нету да там ну и нет смысла в основном наборе делать супер сложные оттенки потому что они все могут смешиваться уже между собой да то есть вы все можете перемешивать то же самое теперь делаю с розовым но не то что розовый такой он какой-то малиново-фуксийный он кстати вот здесь он не совсем откликается то есть он цвет не холодные на середине и на кончике артишок он более теплый но я знаю что буду еще перекрывать эти слои поэтому туда захожу вот так заодно у нас будет перемешивание разных оттенков и фактуру красиво сможем сделать с вами так давайте заодно попробуем все красные красно-розовые оттенки вот этот какой он красивый я смотрю то есть здесь цвет конечно один вы видите на вот его на окончании а сам у грифеля оттенок он другой все-таки он будет розовым не не красным да он здесь ярко-розовый а здесь видите как цвет выкрашен вообще не не рядом даже так то же самое да то есть смотрю где идет красный туда в полосочки добавляю красивое конечно сочетание черных с фиолетовым и с розовым так как бы причесываю по форме так вот каждый листик чуть-чуть давайте зайдем вот сюда наверх так розовые можно чуть-чуть на стебелек подключить красивое такое сочетание да по цвету получается очень в принципе у и так у этих артишоков я имею ввиду давайте смотреть на красный ну вот сюда он подходит но видите нам их все нужно будет затемнять немножко загрязнять потому что это очень очень ярко пока на данный момент вот такой красный фиолетовый артишок получается слоев много вложиться на это принципе как обычно это скорее уже свойства пастельмата чем карандаши и карандашики правда очень мягенькие где-то может оставаться черная бумага да если необходимость в этом есть то почему бы и нет давайте пока чуть-чуть поговорим про лисировки вот про фон сам до который мы делали пастельмат наверное единственный кто из абразивов выдержит эту манипуляцию но другие абразивы которые как наждачка например юарт выдержит и ну и просто наждачка тоже выдержит что еще вот если брать сонелье которая такая песочная бумажка с песочным покрытием то она не выдержит потому что там ее нельзя с водичкой касаться у нее слезет эта поверхность и канцер метен стач тоже он но иногда выдерживает я делаю честно скажу да серединку например там чуть-чуть несколько цветов осветлить да но прям вот все полностью там порастирает нет нужно можно но прям очень аккуратно но конечно он не предполагает воздействие воды на себе вот поэтому в этом плане у пастельмата есть такие плюсы чуть-чуть для холодного свечения добавлю очень мне понравился вот этот оттенок пятидесятый такой он как васильковый а нет у меня прям рядом тут кот лег прям вот очень что-то может произойти так да потому что чуть-чуть вот здесь холодный присутствует присутствует и давайте теперь поработаем уже наверное зелеными зеленые будут желтые будет даже где-то оранжевый сейчас вам покажу сейчас покажу это чудо так наоборот вот так вот уменьшим ну что это за лапы вот здесь вот здесь такие лапы да потому что как же без него да сейчас друзья заново вот так поправлю так ну что давайте пробовать будем разные желтенькие то есть пойдем мы примерно по спектру оранжевые желтые охристы в конце самые яркие такие зеленые более лимонные цвета так давайте посмотрим кто из них нас подойдет вот этот прям такой охра охра оттеночек он нужно учитывать конечно что будет перемешиваться с предыдущими слоями поэтому он будет вот попадать когда на красные оттеночки на розовый даже на фиолетовый то он будет с ними взаимодействовать поэтому сейчас мы добьемся с вами такого эффекта более теплого артишока нет но так очень конечно приятно все таки ложатся карандашики мягко мягко прям сам вот этот момент на нанесения тоже он определенное значение имеет все таки когда карандаш легко переносится это удобно я в основном добавляю желтый на верхушке потому что они у нас более светлые и также по краешкам на то есть краешки вот так вот чуть-чуть подсвечиваем давайте возьмем какой-то поярче мой ну вот в общем чтобы вы понимали вот сейчас еще будет демонстрация так вот так вот у меня отдаляется вы смотрите что да ну вот как но вот как это так но вот почему сюда буду класть вами карандаши иначе они будут вызывать сильный интерес над норами все вот так эти развлекательный контент давайте просто вот это возьмем желтый мордочка все давайте заново приближаем кого-то кота у нас и нету тут рядом так что я хотела мы попробовали сделали охрой да это будет интересно особенно кто думает может быть приобретать брунзилл это 47 был давайте попробуем 22 и сейчас расскажу вам в чем разница между ними потому что они ну скажем честно они конечно похожи охра более разбеленная а вот это 22 он как кадми желтый средний такой прям желтенький как солнышко так да он просто получается поярче у нас наверное и все сюда кстати он меньше конечно нам подходит только вот куда-то вот сюда но здесь уже скорее нужно добавлять наверное коричневый какой-то вот на верхушку сочетание вместе с красным так чуть-чуть сюда сейчас сделаем и возьмем желтый который желтый который более лимон и он сюда конечно больше подойдет здесь он 25 у него номер он будет прям органичнее смотреться и это такой переходик уже к зеленым к салатовым будет соответственно это уже почти что как завершающие слои поэтому можно сделать больше каких-то прожилок прям вот подметить ту фактуру которая там есть уже подробнее все передать то же самое то есть окончание до наших листиков делаем вот так мне даже нравится как он сейчас без зеленого получается такой просто как с бензиновым отливом знаете такое ой ну такой сейчас такой прям разлегся котенок вот заодно у нас все будут наши артишоки почти видны и артишоки и кот так нужно сделать лепестки которые не прорисовали да вот здесь видите где-то виднеется но все видимо стал лежать так самое главное сейчас кучу шерсти не прикрепить на бумагу потому что пастель мат очень хорошо удерживает на себе помимо акварельного подмалевкой слоев пастели еще очень много шерсти у кого кстати есть такая проблема я могу вам парочку лайфхаков рассказать я использую скотч который обычный как малярный да вот так его скручиваю как лягушку на которой вот листья крепила и промакиваю если это фон например да и более крупный объект который в шерсти то можно взять прям ролик вот это для чистки шерсти и с ним пройтись он конечно забирает часть пастели тоже но потом там где нужно вернуть пастель когда я большую работу делала и и шерсть туда прикреплялась то это помогает потому что конечно вот такая нам маленькая мелкая везде тем более светлая на темном все это да хорошо заметно что поделать так маленький лепесточек который мы еще не сделали тоже прорисовываем все и сейчас пойдет у нас самая самая такая яркость ну кстати какой-то он еще мог бы быть более лимонный здесь он все-таки с слишком желтоват да сейчас если райм от мне даст да сейчас мы его отвлечем и заберем салатовый так вот так вот очень кстати он яркий но для этих целей то что нужно вот такой бронзил номер шестьдесят я его уже тоже использовала в глаза зеленые добавляла когда портрет делала поэтому где-то можно понятно не самый такой распространенный цвет но какие-то там перемешивание либо акценты делать очень даже неплохо так сейчас мы с вами смотрим где желтый он не желтый а где он зеленый и туда добавляем наш зелененький цвет где-то вот сюда в серединку тоже он может попадать и на участке где красный до либо где фиолетовый тоже будет красиво наверху его не так много то есть наверно самый вот крайне где-то здесь заканчивается добавление зеленого так что еще про него хочется сказать конечно он ну ярковат понятно и что касается тона темноват потому что цвет партишок а на референсе конечно он яркий но там больше белого и мы с вами поэтому завершение именно этого момента туда белый добавим но давайте пока вот мы с зеленым пока мы зеленым сделаем намек на стебелек довольно яркий кстати зеленый идет снизу можно это сделать а здесь видите чтобы он работал не так вот безумно какой на самом деле я через один делаю полосочки оставляя где-то черный и сейчас добавим желтый вот так цвет более теплый будет становиться кажется что он более сложный потому что у нас чуть-чуть просвечивает черный ярко-желтого можно вот сюда серединку так знаете какой бы еще наверно подошел сейчас я из моих других посмотрю какой-то у меня где-то был очень прям яркий лимонный вот наверное вот такой вот derwent он бы прям был он 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 то что надо так сейчас попробуем с вами посмотреть насколько белый будет поверх хорошо ложится именно белый так раймонд сейчас против он того чтобы я белый забирала именно бронзил вот такой потому что могу вам сказать что он не не очень четкий в плане белого да то есть он здесь он такой мягенький как для разбиления то есть он хорош перемешать вот здесь например до смягчить как-то цвет сделать какую-то нежность на добавить четкость это нужно его заточить но даже если мы его заточим то он все равно дает такой эффект перемешивание что ли поэтому здесь как бы еще ничего но если объект у вас более такой тонкий то лучше использовать как мы с вами говорили обычно сейчас если я их откопаю но не факт в общем дженералс белый или белый который у меня просто там они в глубине в моем вот этом ведре с карандашами либо вот такой карандаш белый просто да либо светло-желтый и так далее либо доводить его до острого состояния ну вот да чтобы любой острый кончик здесь он новый просто критокалор например да то есть он и будет давать линию более четкую такую то есть для четкости обязательно обязательно взяли что-то более яркое либо заточили хорошо то есть это края у лепесточков вот так кстати ничем критокалор вот такой белый угольный не уступает особо они тоже довольно хорошие так подчеркиваем вот здесь вершинки более светлым так попробуем да все таки прям мягкий мягкий такой вот этот бронзил но иногда это очень даже неплохо но он прям для не для четкости а для перемешивания и как будто для распространения цвета понимаете такое даже сам по себе несмотря на то что понятно более заточенный вот этот критокалор все равно у него более такая твердая внутри составляющая он более жесткий можно сейчас сделать кстати вот такую легкую фактурку особенно на центральных каких-то лепесточках так выделить получилось где-то даже он слишком контрастный но в принципе бумага черная я думаю можем это позволить я имею ввиду вот эти участки да то есть они не такие там темные но если контраст хочется чтобы он оставался можно оставить если нет можно немножко перекрыть я думаю мы еще попробуем с вами туда коричневые разные добавить тем более раз они у нас есть попробуем из набора сейчас я расставляю акцентики акценты когда делаете старайтесь тоже делать с таким вот перерывчиком можно сказать то есть где-то прям вот ярко да где самые выступающие например участки где-то пропустили чтобы линия была живая потому что форма у нас природная да соответственно она должна быть где-то неравномерной где-то неровной где-то у вас более четкая линия где-то более мягкая где-то там какие-то точечки какие-то пупырки и прочие прочие моменты на на цветке чтобы не на цветке точнее на растении но тем не менее да чтобы форма была живая природная настоящая обязательно с какими-то изъянами с какими-то особенностями своими что так это все будет намного интереснее живее выглядеть парочку листиков и здесь сейчас так вот доделаем где какие-то еще акцентики есть расставляю так сколько может с вами рисуем интересно вот этот артишок так окей что там еще я хотела вам про коричневый говорила чуть-чуть можно чтобы цвет был не такой где-то если нужно пригасить приглушить цвет можно вот с коричневым а еще хороший вариант сейчас если я до них тут доберусь серые оттеночки если вы смотрите что очень ярко у вас работа получается вы серого всегда можете чуть-чуть добавить чтобы смягчить тот или иной цвет цвет будет сразу более сложный поэтому любой серый он прекрасный такой усложнитель затемнитель и прочее так ну что давайте вот этого мы артишока оставляем может еще зеленого на стебелечек как думаете если я за ухом раймонда не вижу ничего сейчас райме какой тут зелен дать вот это возьмем так прости вот так тоже он какой-то уж очень ярковатый но несколько кусок поролона несколько можно добавить штрихов вот так да поярче становится и потерялась чуть-чуть у меня там желтенькая составляющая вот тут мы ее добавим так все хорошо что мы еще успеем с вами сделать давайте вот этого мы начнем начнем его чуть-чуть чтобы он был такой как процессе скажем и попробуем видите вот уже все тут шерсти и попробуем другим способом и плюс кусочек фона я вам покажу можно было бы конечно делать и наоборот да то есть вот вот так вот сначала показать где у нас идут самые светлые участочки желтые зеленые и так далее да то есть их сначала прорисовать ну кстати за раз что меня здесь кот лежит у меня чисто был этот набор сейчас на всем этом черном будет все в шерсти сразу объемчик тогда получается мы желтые добавили я думаю зеленым сейчас перемешаем но в чем плюс работы желтого на черном видите он становится более зеленым даже если вы просто любой да желтый с черным перемешать он станет зеленоватым оттенком причем такой довольно сложный по цвету что неплохо здесь идет наш стебелек зеленый кстати вот этот который мы намечали действительно он прям подходит подходит потому что он в нем есть зеленоватый оттенок салатовый но с белым пигментом и получается то что нужно так представим что это у нас будет зарисовка за за сколько за минуту например потому что мы тоже с одной стороны нет смысла да мне записывать с вами на на 10 часов занятия все-таки но и ускорять тоже сильно не хочется чтобы не было в таком вот 10 д режиме быстром коричневый неплохо работает с таким малиново розовым он становится более сложный по оттенку наш цветок опять хочу сказать и дополнительные оттенки сюда можно получить когда вот вы перемешиваете например как сейчас желтый вместе с бордовым да где-то на розовом становится где-то оранжевым и получается сложный тоже оттеночек чуть зеленого вот сюда добавлю то есть остальное все точно так же да вы уже здесь такую базу сделали и потом подробнее все это дорабатываете если нужно перемешать например первый слой вы можете так вот пальчиком смягчать но опять же если слой небольшой сильно перемешиваться не будет так что я хотела фон давайте чуть отдалю покажу кусочек фона для фона я буду использовать вот такой очень простой набор от джексонс и нам нужно будет да то есть когда доделаете уже ну либо не доделаете либо если хочется можно в таком процессе оставить все артишоки вы широкой стороной мелком добавляете вот такие вот небольшие как бы следы и пушистости то есть прям по вершинкам рисуем не давим сильно на мелок оставляем просто такой след сверху тем самым мы показываем фактуру нашего стола и вот немножечко тень да то есть где у нас будут темные участочки вот так это здесь тень показали получается такой очень интересный живописный эффект особенно да если где-то прорисованные у нас вот такие прям подробные да получились артишоки рядом с ними более хаотичный фон где и вы оставили подмалевок первый который мы делали в то же время где-то добавили по верхушкам еще слой пастели прям супер тонкий да получается такая благородная красивая фактура можно не только черный можно другие цвета добавить если оттеночки очень яркие вы можете как сделать да сначала добавить их например да вот там фиолетовый синий добавили на самом референсе есть еще вкрапления таких красно-рыжеватых оттенков поэтому можно и вот да такое что то поставили будет тоже смотреться очень здорово если вышло где-то у вас слишком ярко вы можете снова взять черный мелок и немножко пригасить те участки которые слишком выделяются например вот так и опять же растушевывать не обязательно только если вот где-то уж очень хочется краешки смягчить но опять же если слой очень маленький он не позволит нам не позволит нам это растушевать так где-то вот так вот чуть-чуть прям совсем смягчу насколько получится и если цветок очень ярко выделяется вы сюда можете взять и пальчиком его поместить слегка перемешать с фоном но это при необходимости особенно края если края немножечко погружаете фон тогда середину вас становится более яркой и четкой ну что вот столько я сегодня успела да поэтому если получается доделать все обязательно доделывайте это будет интересный опыт и я думаю что очень красивая зарисовка надеюсь вам сегодня все понравилось спасибо большое за внимание друзья если есть какие-то вопросы обязательно оставляйте их в комментариях поддерживайте это видео и подписывайтесь если хотите следить за всем что происходит на канале спасибо друзья пока пока